Наверное, самый чистый полигон в Алтайском крае. Хранилище в Усть-Калманке официально зарегистрировали год назад. Но мусора здесь почти нет. Согласно территориальной схеме обращения с отходами, сюда ежегодно должны вывозить 24,5 тысячи тонн ТКО в год из семи муниципальных образований края. В местной администрации считают, если полигон начнёт работать по нормативам, заполнится через несколько месяцев. Мусоровозы из других районов не пускают. В территориальной схеме указана цифра 171 тысяча тонн. Реальная вместимость составляет 7 тысяч тонн. Вот в этом-то и весь конфликт, что мы приглашали представителей министерств профильных, мы приглашали заинтересованное ведомство посмотреть этот участок и оценить реальные его возможности. Но нас не хотят просто услышать. Ситуация осложнилась месяц назад. Олейская межрайонная прокуратура потребовала перенести 6,5 тысяч тонн отходов с одной из площадок для временного хранения в Усть-Калманку. Полигон может заполниться уже в ближайшее время. Но некоторых рекоператоров и это не остановит. Обращался один из будущих мусороператоров, который со смешком сказал, о, да мы здесь столько вместим и мы здесь много запрессуем. Но тут кого сами видите, под склоном река Калманка в случае высокого бурта все это, целлофаны и остальные отходы мусора понесутся в реку и по полям. Это грозит экологической катастрофой. К тому же дорога к месту складирования ТКО проходит по узкой насыпной дороге между чашами с жидкими бытовыми отходами. Если поток грузовых автомобилей увеличится, проезд разрушится, опасаются местные жители. Проезд уже разрушается, как видите. Не сегодня, а завтра он может обвалиться. И в случае, если проезда на полигон не будет, придется прекращать услугу по сбору и вывозу мусора на территории даже Усть-Калманского района. Минприрода Алтайского края предлагала владельцу полигона провести новое исследование участка, выяснить реальную вместимость. Процедура не дешевая, стоит больше миллиона рублей. Нерентабельно, сообщил нам владелец. Есть ли другие способы решения проблемы? Мы отправили запрос в Минприроды края. Анастасия Медшакова, Денис Кузьменко. Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова